Роберт Дилтс. Фокусы языка. Изменение убеждений с помощью НЛП. Предисловие. Эта книга, написать которую я готовился много лет. Она рассказывает о магии языка, основанной на принципах и определениях нейролингвистического программирования, НЛП. Впервые мне довелось столкнуться с НЛП около 25 лет назад, на занятиях по лингвистике в Калифорнийском университете, Санта-Круз. Эти занятия вел один из создателей НЛП, Джон Гриндер. К тому времени они с Ричардом Бендлером только что закончили первый том своей основополагающей работы «Структура магии». В этой книге им удалось смоделировать языковые паттерны и интуитивные способности трех наиболее успешных психотерапевтов в мире – Фридса Перлза, Вирджинии Сатир и Милтона Эриксона. Этот набор паттернов, известный как метамодель, позволил мне, третикурснику-политологу, не имевшему никакого практического опыта в области психотерапии, задавать такие вопросы, которые мог бы задать опытный психотерапевт. Масштаб возможностей метамодели и самого процесса моделирования произвел на меня огромное впечатление. Я почувствовал, что моделирование можно широко применять во всех сферах человеческой деятельности, будь то политика, искусство, менеджмент, наука или педагогика. Использование этих приемов, на мой взгляд, могло привести к существенным переменам не только в психотерапии, но и во многих других областях, в которых задействован процесс коммуникации. Поскольку в то время я занимался политической философией, мой первый практический опыт моделирования заключался в попытке применить лингвистические фильтры, использовавшиеся Гриндером и Бендлером при анализе работы психотерапевтов, в целях выделения определенных паттернов в диалогах Платона. Исследование оказалось одновременно увлекательным и информативным. Несмотря на это, я чувствовал, что дар убеждения Сократа невозможно объяснить с помощью одной лишь метамодели. То же касалось и других явлений, описанных НЛП, таких как предикаты репрезентативной системы, описательные слова, указывающие на конкретную сенсорную модальность — видеть, смотреть, слушать, звучать, чувствовать, касаться и тому подобное. Эти языковые особенности позволяли проникнуть в суть сократовского дара, но не могли охватить полностью все его измерения. Я продолжал изучать труды и высказывания тех, кому удалось повлиять на ход истории — Иисуса из Назарета, Карла Маркса, Авраама Линкольна, Альберта Эйнштейна, Махатмы Ганди, Мартина Лютера Кинга и других. Со временем я пришел к выводу, что все они использовали один базовый набор паттернов, с помощью которых оказывали влияние на суждение окружающих. Более того, паттерны, закодированные в их словах, продолжали влиять на историю и определять ее даже спустя годы после смерти этих людей. Паттерны фокусов языка — это попытка расшифровать часть важнейших лингвистических механизмов, которые помогали этим людям убеждать других и оказывать влияние на общественные мнения и систему убеждений. В 1980 году, в ходе общения с одним из основателей НЛП Ричардом Бендлером, я научился распознавать эти паттерны и выделять их формальную структуру. Во время семинара Бендлер, мастерски владеющий языком, представил нам нелепую, но паранояльно твердую систему убеждений и предложил попытаться заставить его изменить эти убеждения. Несмотря на все усилия, членам группы не удалось достичь никакого результата. Система Бендлера оказалась неприступной, поскольку была построена на том, что я позднее определил, как мысли вирусы. Я слушал всевозможные вербальные фреймы, спонтанно создаваемые Бендлером, и вдруг обнаружил, что некоторые из этих структур мне знакомы. Несмотря на то, что Бендлер для большей убедительности применял эти паттерны в негативном аспекте, я осознал, что именно такие структуры использовали Линкольн, Ганди, Иисус и другие, чтобы способствовать позитивным и радикальным социальным изменениям. По существу данные паттерны складываются из вербальных категорий и особенностей, с помощью которых наш язык позволяет формировать, изменять или преобразовывать базовые убеждения человека. Паттерны фокусов языка можно охарактеризовать как новые вербальные фреймы, оказывающие влияние на убеждения и ментальные карты, на основе которых строятся эти убеждения. За два десятилетия, прошедшие со времени их открытия, эти паттерны заслужили право называться одним из наиболее продуктивных методов эффективного убеждения, созданных НЛП, и, вероятно, являются наилучшим средством изменения убеждений в процессе общения. Впрочем, эти паттерны достаточно сложны для изучения, поскольку включают в себя слова, а слова по сути своей абстрактны. В НЛП принято считать, что слова являются поверхностными структурами, представляющими или выражающими глубинные структуры. Для того, чтобы правильно понять и творчески применить какой-либо языковой паттерн, необходимо постичь его глубинную структуру. В противном случае мы сможем лишь имитировать известные нам примеры. Таким образом, обучаясь фокусам языка и используя их на практике, необходимо различать подлинную магию и банальные уловки. Магия изменения берет начало в том, что стоит за словами. И по сей день обучение данным паттернам сводится к ознакомлению учеников с определениями и вербальными примерами различных лингвистических структур. Ученики вынуждены интуитивным путем постигать глубинные структуры, необходимые для самостоятельного создания паттернов. Несмотря на то, что дети учатся родному языку точно так же, этот метод накладывает ряд ограничений. Некоторым людям, в особенности если английский язык не является для них родным, паттерны фокусов языка при всей своей эффективности могут показаться слишком сложными или непонятными. Даже практикующие специалисты по НЛП с многолетним опытом не всегда ясно представляют себе, как эти паттерны согласуются с другими понятиями НЛП. Данные паттерны часто используются в полемике как метод ведения дискуссии или построения доказательства. Это принесло им репутацию потенциально могущественного средства. Некоторые из этих трудностей просто отражают историческое развитие самих паттернов. Я идентифицировал и формализовал эти паттерны, прежде чем получил возможность полноценно исследовать глубинные структуры убеждений и изменения убеждений, а также их связь с другими уровнями обучения и изменения. С тех пор мне удалось разработать целый ряд техник изменения убеждений, таких как реимпринтинг, паттерн превращения ошибки в обратную связь, прием инсталляции убеждения, мета-зеркало и интеграции конфликтных убеждений. И лишь в последние годы я достаточно отчетливо стал представлять себе то, как формируются и закрепляются убеждения на когнитивном и нервном уровнях, чтобы исчерпывающе и вместе с тем сжато описать глубинные структуры, лежащие в основе фокусов языка. Цель первого тома книги представить читателю некоторые из моих находок и открытий, чтобы на их основе можно было использовать паттерны фокусов языка. Моей задачей было раскрыть те принципы и глубинные структуры, на которых основаны эти паттерны. В дополнение к определениям и примерам, я хочу предложить вам простые структуры, которые позволят использовать на практике каждый из этих паттернов и проиллюстрируют, как они согласуются с другими допущениями, принципами, техниками и понятиями НЛП. Я также планирую создать второй том под названием «Язык лидерства и социальных изменений». В нем будут рассматриваться случаи практического применения этих паттернов такими людьми, как Сократ, Иисус, Маркс, Линкольн, Ганди и других, которые стремились создать, изменить и преобразовать ключевые убеждения, лежащие в основе современного мира. Фокусы языка – увлекательнейший предмет. Их сила и ценность заключается в том, что с их помощью можно научиться говорить нужные слова в нужное время, без помощи формальных техник или специальных контекстов, традиционно связываемых с терапией или дискуссиями. Я надеюсь, что вы получите удовольствие от путешествия в мир магии языка и вербальных способов изменения убеждений. Роберт Дилтс, Санта-Крус, Калифорния, май 1999 года.